День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания Freshforex. Сегодня у нас пятница, 24 апреля, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю всех за обратную связь. Начинаем вебинар, и, как обычно, начнем с календаря событий. Сегодня у нас два интересных отчета. Первый релиз из Германии, в один института по Москве, данные делового оптимизма от Института Айфо, и в 15.30 по московскому времени мы получим данные из США по заказам на товары для сущного пользования. Этот индикатор является индикатором личного потребления, поэтому крайне важен для американской экономики. Начинаем наш обзор с пары евро-доллар. Накануне мы говорили о том, что после снижения, которое у нас было накануне в азиатскую сессию, мы ожидаем роста котировок, то есть по-прежнему ожидаем боковик. И рост у нас был вчера, даже вчера был очень хороший рост. Сегодня также рост продолжается, и получается, у нас будет обратная уже реакция. То есть сейчас мы в первой половине дня растем, затем уже в второй половине дня будем снижаться, то есть будем корректироваться. По-прежнему у нас боковик. Если посмотреть на торги в паре евро-доллар, то в целом мы торгуемся в диапазоне среднесрочном. Это диапазон у нас нижняя фигура 1.0520, нижняя отметка границы, и верхняя граница 1.1035. Вот мы находимся уже ближе к верхней границе данного диапазона среднесрочного. А если посмотреть на краткосрочные тенденции, то мы обычно, допустим, в первую половину дня снижаемся, затем в второй половине дня растем, или напротив, в первую половину дня растем, затем в второй половине дня снижаемся. Поэтому сейчас, получается, мы еще можем продемонстрировать некоторый рост. В целом сейчас эйфория на рынках присутствует, об этом мы говорили вчера более подробно. То есть, с учетом того, что у нас на будущей неделе Федрезерв и перед Федрезервом эйфория, то есть, загоняют рынки наверх, значит, либо на Федрезерве непосредственно 29 апреля, либо уже в начале мая. Но совсем не обязательно, что, допустим, 29 апреля у нас может быть такой среднесрочный разворот по американской валюте, по индусу долларовой корзины. Возможно, но он начнется в мае, то есть, примерно вот где-то конец апреля, начало мая, можно ожидать среднесрочного разворота по американской валюте и выхода из консолидации в направлении тренда. А тренд у нас по доллару восходящий, соответственно, будет рост котировок американской валюты против основных конкурентов. Поэтому сегодня в первой половине дня ожидаем рост котировок, затем уже в второй половине дня ожидаем снижения. По-прежнему у нас такая тенденция по паре евро-доллар, сначала продают, потом покупают, либо наоборот, сначала покупают, потом продают. Поскольку сейчас у нас сначала покупают в европейскую сессию, вот текущая отметка 1.0889, значит, можно еще ожидать некоторого укрепления. Здесь у нас ближайшее сильное сопротивление по паре евро-доллар 1.0958, и, на мой взгляд, туда мы все-таки не пойдем, потому что очень далеко. И, с учетом того, что у нас дифференциал доходности по облигациям Германии и США находится на отметке 187, 178, простите, базисных пунктов, то здесь БКМ трудно будет преодолевать отметку 1.09 и выше эти, то есть мы можем протестировать эту область 1.09 ровно, 1.09.25, и, на мой взгляд, здесь уже будет у нас консолидация и некоторый отскок вниз. Потому что, если посмотреть на данные штатов, то здесь можно ждать хороших данных в пределах медианопрогнозов или чуть лучше, потому что, во-первых, у нас растет средний заработок в Штатах, средний заработок увеличился и по итогам января, и по итогам февраля, и по итогам марта. Но мартовский отчет нам и не интересен, потому что американцы получили только, допустим, в начале апреля свои заработные платы за март, соответственно, они уже будут делать покупки именно в апреле, а, соответственно, покупки в марте они делали исходя из заработных плат, которые у них были по итогам января, по итогам февраля. Там у нас тоже было увеличение среднего заработка отмечено, соответственно, получается, у американцев стало чуть больше денег, кошельки немного потолстели, конечно, не совсем толстые, но, тем не менее, прибавочка чувствуется, и, соответственно, могут направить лишнюю денежку непосредственно на различные товары для срочного пользования, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть в целом на динамику данного сектора, сектора товаров длительного потребления, то здесь у нас в феврале был спад, причем спад был очень большой, соответственно, с учетом этого фактора роста заработных плат, можно ожидать некоторого восстановления в марте. Это второй фактор. Третий фактор – это непосредственно один из сильных компонентов товаров для срочного пользования, не это продажи автомобилей. Автомобили относятся к числу компонентов товаров длительного пользования. И здесь у нас в марте также был очень сильный спрос на автомобили, продажи очень сильно выросли, и, получается, мы уже имеем опережающий индикатор на хорошие отчеты по товарам длительного пользования. И вот суммеры все эти три компонента, мы получаем хорошие данные сегодня, и, соответственно, на этих данных рынок может развернуться, и может быть некоторый отскок по паре евро-доллар вниз, то есть доллар будет укрепляться. Ну а до этого релиза можем увидеть рост, то есть постепенно будем расти вверх по паре евро-доллар. Как я уже говорил, где-нибудь область разворота – это 1.09 и 1.09.25. На мой взгляд, здесь уже будет установка по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. У нас на сегодня уровни поддержки 1.08.45, 1.07.60, и уровни сопротивления 1.09.58 и 1.10.00. Также еще можно сказать об отчете от Института Айфо по деловому климату. На этой неделе мы получили опережающий индикатор из Германии по PMI производственного сектора, от Market Economics по PMI сфер услуг, также от Центра макро- инотехнических исследований Market Economics. Плюс был индикатор от Института ЗВ по настроению деловой среды. Все эти отчеты вышли негативные, то есть продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Соответственно, сегодня трудно ожидать хорошего релиза от Айфо. В целом у них корреляция положительная, и, соответственно, если данные индикаторы PMI от Market Economics, композитный PMI, композитный PMI – это у нас объединенный PMI и сфера услуг, и производственного сектора. Вот такой диффузионный индекс высчитывается. Так вот, есть очень хорошая прямая корреляция между композитным PMI и ЗВ и также индикатором Айфо. Конечно, бывают исключения, в каждом правиле есть свои исключения, на то оно и правило, но, тем не менее, корреляция прямая, она очень сильная, соответственно, если композитное PMI и ЗВ показали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, то можно ожидать и снижения некоторого Айфо. И этот фактор тоже негативный для единоэропейской валюты, релиз мы получим через 23 минуты. И, соответственно, мы имеем умеренный негатив от Айфо, умеренный позитив из штатов по заказам на товары для сущного пользования. Почему умеренный позитив? Тут либо данные в пределах медианопрогнозов, либо чуть лучше на 1,1. Особо сильного роста тоже ожидать не стоит, потому что, в целом, американцы не настроены на то, чтобы активно тратить свои деньги. На это нам показывают отчеты, которые мы получали по итогам января, февраля и марта. Поэтому у некоторого роста ожидаем восстановление спроса, но не такого сильного. Соответственно, получаем умеренный негатив из Германии, умеренный позитив из штатов, и в этой связи некоторый рост еще возможен, затем уже отскок. Поэтому, в целом, тенденция аналогичная, как и в предыдущие дни. В первой половине дня снижаемся, потом растем или, напротив, растем. Как сейчас, в первой половине дня, значит, во второй половине дня будем снижаться. Так, поступили вопросы. Я сейчас на них с удовольствием отвечу. Вопросов я вижу очень много, но я вижу здесь, что здесь сначала между собой коллеги общаются, поэтому, наверное, пропустим. По евро-баксу жду закрепление на 4-часовых свечках выше 1.0787, и все шансы сходить на 1.0977. Может быть, все может быть, может быть, и сходим, но... Конечно, по классическому сценарию, вот как рынки загоняют наверх, я вчера уже об этом говорил и позавчера. То есть, если смотреть вот именно классический такой сценарий, то мы и только должны сходить на 1.0977, мы должны сходить выше, чем 1.1051. То есть, куда-нибудь на 1.1060, 1.1070, то есть, должен быть прокол вот этой отметки 1.1051, и затем уже разворот. Это вот такой классический сценарий. С другой стороны, с учетом всех факторов, которые сейчас есть по европейской валюте, и этот весь негатив из Греции, и динамика долгового рынка негативная, то получается все-таки немного шансов, что мы туда сходим, но в то же время такого похода наверх сюда нельзя, и здесь будут очень хорошие сигналы для того, чтобы шортить евро на такую среднесрочную перспективу, допустим, там по 1.1060 продать, и где-нибудь на 1.1060 sell, то есть, продаем, и, допустим, на паритете фиксируем прибыль. Паритета можно ожидать, потому что в целом все на это указывает, потому что будет эйфория. Сейчас эйфория против доллара, рынки загоняют вверх, потом будет эйфория или истерия, как это можно назвать, я даже не знаю, то есть, будет такая вот эйфория уже за доллар, будут доллар покупать, доллар будет сильно укрепляться, поэтому вот такая среднесрочная позиция будет очень хорошая, то есть, там, 10 фигур, 10,5 фигур можно будет за пару месяцев отработать по данной валютной паре. Поэтому для среднесрочных трейдеров будут очень хорошие точки для входа, ну и для всех, и для краткосрочных трейдеров тоже сценарий очень хороший. С другой стороны, все факторы сейчас укажут на то, что такой сценарий маловероятен, но, тем не менее, он вполне может быть. Просто суммируя весь фундамент, получается, что тяжело будет туда идти. То есть, конечно, они могут туда сходить, но тяжеловато, скажем так. Но поживем увидим. То есть, такого сценария я тоже не исключаю, что мы туда можем сходить, потому что сейчас эйфория, то есть, сейчас никто не смотрит ни на фундамент, ни на технику, сейчас просто гонят рынки вверх, и, соответственно, затем будут гнать рынки вниз, как обычно у нас на рынках и бывает. Так, следующие вопросы. Нефть дошла до 65, уже до 67, думаю, дотянет, и пара пойдет вверх 1.09.90. Ну, что касается нефти, если вы помните вебинар на этой неделе, который мы в понедельник проводили, тогда я тоже говорил, что за 63.15 закрепились, теперь пойдем на следующий уровень, сильность 67. Необязательно, что 67, я вот называл область от 65,5 до 67. И вот вчера мы сходили уже в, скажем так, в нижнюю границу этой области, вчера у нас максимум был 65,79 по бренд, а я называл область сопротивления 65,5-67, поэтому сходили мы, я думаю, да, до 67 пойдем, потому что эйфория, игнорирует фундамент, то есть, запасы в Штатах опять выросли, в среду до 50 с небольшим миллионов баррелей, запас сырой нефти по терминалу в Кушенге, и немного мы снизились, прям вообще краткосрочное снижение, и пошли вверх, то есть, рынок игнорирует фундамент, и в том числе на рынке нефти, поэтому эйфория будет продолжаться, и, соответственно, 67 теперь сильная область сопротивления, но здесь тоже необходимо быть осторожным, потому что эйфория, эйфория, но эйфория, она как начинается, так она может быстро и закончиться, поэтому здесь, все-таки, если, допустим, открывать лонги непосредственно по нефти, то наиболее эффективно было открывать их там на 63 доллара, 62 доллара, сейчас уже все-таки потенциал для роста есть, но там доллар, доллар, может, полтора, уже все-таки более рискованно, а вот когда мы снижались в область 63.15, здесь были очень хорошие уровни, чтобы открывать покупки по нефти марки Brent, то есть, об этом мы тоже в понедельник говорили, пока что все по этому сценарию, и в целом, если вы помните, в начале апреля я также говорил, что вот у нас будет разворотная точка, скорее всего, Федрезерв, и такой сценарий у меня был базовый, я его придерживался, единственное, что меня смущало, смутило потом уже впоследствии, это вот то, что евро пошло на 1.0520, и я уже подумал, что, наверное, разворот-то случился раньше. Вот это движение вниз меня смутило, потому что сильно сходили вниз, тогда и долговой рынок очень ярко на это реагировал, то есть, и вот в итоге движение вниз меня смутило, однако нет, в итоге все-таки отросли мы, и получается именно Федрезерв станет ключевой точкой, о которой я изначально и думал, и о которой вам изначально говорил, то есть, вот рынок немного меня смутил своим вот этим действием, когда сходил по паре евро-доллар на 1.0520, то есть, там 60 пунктов, и уже новый исторический, не исторический, конечно, минимум, а новый и минимум за последние 12 лет, то есть, 60 пунктов было очень близко, и вот это движение меня немного смутило, и в итоге я вот подумал, что, наверное, разворот случился раньше, тем не менее, нет, разворот пока еще не случился, и гонят рынки вверх, о чем мы с вами и говорили, эйфория на рынках присутствует, поэтому пока что получаются небольшие покупки, и там уже второй половин дня снижение. Так, на 2-4 дня вперед рассматриваю. Так, перейдем туда, кстати, в нашу валютную паре, пара долларов, пара фунт-доллар, простите. Вчера мы говорили о том, что поскольку негатив проигнорировали от протокола Банка Англии, значит, на рынке большие покупатели, а большие покупатели приходят не на один день, не на один час, большие покупатели приходят на некоторое время, там на 2-3 дня, на неделю, то есть, как минимум, они несколько дней позиции открывают и удерживают, позиции наращивают. Соответственно, здесь можно ожидать продолжения роста котировок, несмотря на все фундаменты, о чем мы с вами вчера и говорили. И в итоге рост мы увидели, вчера данные Паритейл-сектора вышли слабо, и второй раз мы проигнорировали этот негатив, то есть, 2 дня подряд негатив из Великобритании игнорируется. Соответственно, на рынке очень сильные покупатели, то есть, у них очень большие карманы, в этих больших карманах очень много денег, и они сдерживают весь этот натиск медведей, то есть, шортили вчера рынок, пытались, по крайней мере, зашортить некоторые участники на слабом ритейл-секторе, тем не менее, ничего у них не получилось, снижение этого купали, соответственно, значит, те, кто это выкупали, у них большие деньги. Ну и нам в этой связи тоже необходимо действовать аналогичным образом, раз рынок игнорирует негатив, и раз снижение выкупают, значит, на рынке много покупателей, соответственно, нам тоже необходимо быть покупателями, о чем мы вчера с вами и говорили, то есть, движение вверх по данной валютной паре будет продолжаться, и вчера мы увидели движение вверх, сегодня мы тоже видим движение вверх, и здесь уже сильная область сопротивления 1.50, 1.70, на мой личный взгляд, вот в эту область мы будем подрастать, не обязательно, что сходим прям ровно, пункт в пункт, но вот где-нибудь 51.60, 51.65, 70, возможно, 75, вот эти отметки, наверное, мы увидим, то есть, будем расти в эту область, плюс еще нефть находится на текущем уровне 65.36 по брен, то есть, есть еще возможность сходить на доллар повыше, доллар это чуть более процента, соответственно, и пара фунт-доллар также может подрасти в эту область, 51.70, то есть, получается, если посмотреть вот на коррекцию, такую среднесрочную, что по паре евро-доллар, что по паре фунт-доллар, то у нас, мы уже говорили, по паре евро-доллар, получается, эта коррекция завершается на отметке 1.10.50, верхняя граница среднесрочного диапазона, и по классическому сценарию, когда рынки гонят вверх, а потом вниз, то мы должны эту отметку протестировать, даже сходить чуть выше, то есть, загнать рынки чуть выше этой отметки, и затем разворот вниз. То есть, здесь мы сказали о том, что все-таки далековато, и с учетом негативного фундамента, тяжеловато будет сходить, то вот по паре фунт-доллар мы уже находимся рядом, у нас эта отметка 1.51.70, то есть, тут всего лишь 2 до 50 пунктов остается, текущая отметка 1.120, соответственно, наверное, мы здесь уже сходим и обновим даже, возможно, это значение, и вот здесь уже классический сценарий такой будет отработан, с большей вероятностью, то есть, здесь больше шансов обновить вот это значение 51.70, пускай даже там на 1, 2, 3 пункта, чем по паре евро-доллар. И, скорее всего, мы туда пойдем, фундамент игнорируется негативный, даже вот у нас Банк Англии заявил в своих протоколах о том, что личное потребление будет увеличиваться, несмотря на снижение заработных плат, и я сначала тоже этому поверил, а вот в итоге вчерашний релиз у нас показал обратное. То есть, заработные платы снижаются, и ритейл-сектор на это чутко отреагировал, то есть, снижение продаж в ритейл-секторе на полпроцента. Соответственно, получается, Банк Англии тоже внес такую смуту на рынок, он говорит о том, что вроде бы заработные платы снижаются, но это не совсем такой сильный негатив, тем не менее, это негатив, и мы это прекрасно видим по официальному релизу по ритейл-сектору. Соответственно, теперь мы получаем следующую тенденцию, с учетом того, что у нас и в феврале было снижение заработных плат, значит, получается, мы будем наблюдать и слабый спрос в апреле, вчера были данные за март, скоро у нас в мае будут данные за апрель, соответственно, все эти факторы, они негативные для экономики Великобритании, и если у нас будет разворот по нефти среднесрочный, то есть, мы от текущих 65 по Brent сходим на 50, ниже, там на 45, обновим минимальные значения текущего года, шансы очень высокие, потому что запасы по-прежнему растут в Штатах, и другие страны добычу увеличивают, в том числе и Саудиты, и Россия добычу увеличивает, Россия тем более невыгодна добычу увеличить, потому что российский бюджет зависит от нефти очень сильно, от нефтегазового сектора, тем не менее, добычу все увеличивают, потому что необходимо кормить всех, кто зависит от бюджета, и, соответственно, увеличение добычи еще больше будет усиливать дисбаланс на рынке нефти, плюс, если мы увидим разворот по индексу доллара, то есть доллар выйдет из консолидации в направлении тренда, то есть наверх, то есть будет эйфория, на рынке будут ожидания, что ставки будут увеличены в ближайшее время, причем, смотрите, вот сейчас, вчера мы тоже об этом говорили подробно, что Федрезерв имеет некоторую выгоду, по сравнению с другими монетарными регуляторами, то, что у них заседания были, вот, допустим, Банк Англии в первую неделю апреля, это ЕЦБ в середине апреля, и вот на будущей неделе, в конце апреля уже Федрезерв, и смотрите, к чему мы подходим, у нас на будущей неделе, это когда у нас получается 29-й, в среду будет, заседание будет в среду, а у нас вот сейчас пятница, 24-й апреля, и мы видим котировки 65 долларов по нефти, то есть это по марке Brent, 58 по WTI, то есть здесь тоже рост очень хороший, и, соответственно, нефть растет, и Федрезерв также на это укажет, что смотрите, нефть растет, соответственно, это все позитивно отразится на инфляции, нефть является важным инфляционным компонентом, и, соответственно, если инфляция потихонечку будет расти, плюс не забудьте про рост заработных плат, который у нас был в январе, феврале и в марте, вот даже апрельский релиз, когда у нас был опубликован отчет по рынку труда, там у нас, допустим, перлсы вышли слабые, безработица у нас не изменилась, а тем не менее средний заработок, пускай немного, но увеличился, то есть постепенно увеличение заработных плат присутствует, соответственно, Федрезерв тоже об этом укажет, пускай даже, допустим, безработица не изменилась, тем не менее уровень 5,5% это хороший уровень, если мы вспомним события года минувшего, тогда Федрезерв говорил о том, что как только у нас будет безработица на 6% уровне, мы будем сразу же думать о повышении ставок, соответственно, у нас текущий уровень уже 5,5%, тем не менее ставки не повышены, и, соответственно, это тоже позитивно, то есть Федрезерв будет вновь об этом говорить, то есть рост нефти, рост среднего заработка позитивно для инфляции, и, соответственно, рынок развернется, и будет жить слухами, ожиданиями о том, что Федрезерв будет ставки увеличивать, И, соответственно, рост будет доллара наблюдаться. Рост доллара будет наблюдаться, нефть пойдет вниз. То есть, будет уже обратный процесс. И через некоторое время уже все будут говорить, что смотрите, ставки увеличивать никто не будет. То есть, это уже негативно пошло для инфляции. То есть, Федрезерв скажет, что мы берем паузу, то есть, ставки мы поднимаем, допустим, не будем торопиться. Другие регуляторы, это ЕЦБ, Банк Японии и Банк Англии, они скажут, что мы пойдем на смягчение мейтарной политики. То есть, Банк Японии будет увеличивать объем стимулирующих мер, ЕЦБ. Скажет, что мы теперь, возможно, даже продлим программу выкупа активов не до сентября 2016 года, а еще дольше будем выкупать активы. И Банк Англии, он нам об этом говорил в феврале, что он готов пойти на снижение учетной ставки в случае снижения инфляции ниже нулевой отметки. То есть, в случае вхождения в дефляцию. Если нефть пойдет вниз, то дефляция у нас будет в Великобритании. Соответственно, получаем мы исходящий тренд, такой среднесрочный по паре фунт-доллар. Ну, а пока что тренд наверх. Ждем роста 51.70, либо сегодня, либо в самое ближайшее время. То есть, на снижение котировок покупаем. Ближайший у нас уровень 1.5101. Соответственно, вот где-то в этой области открываем покупки. 51.01, 51.10. И ждем роста на 51.70. Это такая цель краткосрочная. А вот уже потом, когда мы обновим 51.70, и когда подойдем к Федрезерву 29 апреля, там уже будем думать о том, что мы шортить. А какая цель по шорту, такому среднесрочному, это обновление текущих минимальных значений года. То есть, у нас минимум текущего года 2015-го 45-65. То есть, обновление этого значения. Пойдем на низы новые по паре фунт-доллар. Что касается, стоит ли продавать 51.70, пока что не стоит продавать на 51.70. Пока что лучше оттуда держать ланги. Там ланги эти закрыть. И там уже ждать в будущей неделе, ждать Федрезерва. А там уже будем смотреть на шорты. То есть, пока что до Федрезерва шорты не открываем. Только лишь присматриваемся к открытию шортов. Пока что думаем, анализируем и держим в голове, что будем держать шорт среднесрочный. Ну, а пока что у нас эйфория. Поэтому на эйфории мы покупаем. Больше нам ничего не остается делать. Пока что сигналы только бай. Так, поступили еще вопросы. Фунт продал от 50.51. Ждать. Виктор, вы знаете, что касается продавать фунт. То здесь я бы пока, если ждать, то тогда, наверное, поставить стоп-лосс. Ну, куда-нибудь на 52.5. Ну, никак не меньше. Потому что даже 100 пунктов этого не хватит. Потому что 100 пунктов это получается 51.51. Я думаю, сработает стоп-лосс на 51.51. То есть, пока что эйфория и пока что рынок наверх. То есть, я говорю, что 51.70 мы, по идее, должны протестировать и по классическому ставлю проколоть его. Поэтому, возможно, даже 51.90. То есть, кто знает, что может быть, допустим, если у нас будут некоторые заявки, ордера расположены в этой области. То есть, ордера на пробой этого диапазона. Соответственно, эти ордера двинут рынок еще дальше. И там пунктов 15-20 мы еще сможем пройти вверх. То есть, 51.90. Поэтому здесь получается вот такая у вас позиция не очень. То есть, шортить в то время, когда у нас эйфория на рынках. Эйфория бычьей. То есть, одни быки на рынке здесь крайне тяжело. Рынок будет идти против вас. И, наверное, все-таки, если есть возможность, лучше шорт закрыть. И если будет некоторое снижение, то лучше открыть лонг. И ждать уже рост котировок в область 51.70. Или 51.60. Так, а может, политика выборов в начале мая и как кто выиграет, смотрит за их экономической программой. Что касается Николая Политики, то, безусловно, это тоже все будет влиять. То есть, все это тоже будет оказывать влияние. Но пока что краткосрочно ничего это не влияет. Пока что у нас краткосрочная эйфория. На рынках, как только доллар развернется, там уже будет мощный тренд по доллару. И там, допустим, если какие-то у нас будут только лишь поступать данные из Великобритании политические, то это будет являться некоторым поводом для коррекции. Коррекции против доллара. И на этой коррекции вновь будут наращивать покупки по американской валюте. Это вот по опыту прошлых лет мне такой видится сценарий. То есть, как у нас был мощный тренд по доллару, потом консолидация, потом дальше продолжение. То есть, пока что вот видится такой сценарий. Впереди выходные, на которых пойдет саммит в Риге. Саммит в Риге уже начался. А сегодня первый день саммита этого. Решают вопрос по Греции. Вы совершенно правы. Это может быть моментом давления на евровалюту. Вы знаете, здесь уже, наверное, греческий фактор в фактировках заложен. Потому что там постоянно то одно говорят, то другое говорят. Ничего пока толком не решили. Наверное, вопрос Греции пока что еще не совсем он актуален. То есть, на текущее время. На мой взгляд, это события греческие, они все-таки будут попозже. То есть, там где-нибудь летом, то есть, там, когда уже будет много негатива поступать, тогда уже и греческую проблему вспомню. А пока что эйфория на рынках пока что не до Греции. То есть, рынки пока что сосредоточены на другом. То есть, пока что задача загнать рынки повыше, чтобы там запродать. Поэтому пока что не до Греции, скажем так. Дорогой доллар выгоден Америке, так как деньги из Европы и Японии текут к ним, ожидаю подъема ставок в июне. Дорогой доллар как раз не выгоден Америке, совершенно не выгоден Америке. Америке выгоден низкий доллар. Как раз, если доллар очень высокий, то сейчас им это не выгодно и по инфляции, и по экономике в целом. Поэтому здесь совершенно противоположное, Сергей, ожидание. То есть, доллар Америки выгоден низкий. И что касается, куда деньги к ним пойдут или не пойдут, здесь Америке нужны не деньги, чтобы к ним приходили. Америке необходимо, чтобы доллар был на оптимальном уровне, то есть, на таком сбалансированном уровне, чтобы экономика работала. Чтобы американские экспортеры активно продавали свою продукцию за рубежом. Соответственно, высокий доллар, он им не выгоден, поэтому мы уже и наблюдаем. Спад по первому кварталу и второму кварталу спад продолжится. И в третьем квартале, скорее всего, тоже будет продолжаться спад. Что касается по золоту, ожидаю боковика. Боковика в диапазоне 1183-1210. По золоту ничего не ожидаю позитивного. Как только соберутся силами участники рынка, то золото, на мой взгляд, пойдет вниз. И цель 1100, о которой я говорил в конце января, она по-прежнему актуальна. Среднесрочная цель. Золото вверх, на мой взгляд, не пойдет. То есть, крайне мало шансов сходить вверх. То есть, золото по-прежнему под давлением будет находиться. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена. Вчера мы говорили о том, что ожидаем рост в область максимального значения среды. И максимальное значение непосредственно азиатской сессии. И затем уже отскока, потому что уровень психологический. У нас максимум был 120.09. Мы говорили о том, что ожидаем вновь роста в эту область. Затем отскока. Мы сходили на 120.08 в американскую сессию и скачали вниз. То есть, сценарий наш реализовался. Сначала подрастали, потом снижались. Сегодня, мне кажется, будут тенденции... Сначала мы снижаемся. Где-нибудь до 120 мы можем снизиться. Не до 120, а простите, а 119. Иен за один американский доллар. Здесь будет область поддержки. У нас уровень поддержки находится на отметке 118.98. И вот до этого уровня мы можем снизиться. Затем будет у нас отскок. Пока что у нас наблюдается коррекция на токийской фондовой бирже. Об этом мы вчера говорили, что рынок очень сильно вырос. Поэтому коррекция должна быть. Коррекция назрела. Вчера коррекция была. И сегодня тоже коррекция. Здесь все нормально. Ничего страшного нет. И в этой связи, с учетом этой коррекции, мы будем снижаться, на мой взгляд, в область 119 фигуры. Затем уже в американскую сессию. Я ожидаю отскок. Ожидаю отскок наверх где-нибудь в область 119.50. Это связываю я с двумя факторами главными. Первый фактор это то, что, как мы уже ранее говорили, релиз по заказам товара на сущное пользование может выйти позитивный. Мы подробно об этом говорили в обзоре пары евро-доллар. Останавливаться не будем. Соответственно, первый позитивный фактор для американской валюты. И второй фактор позитивный то, что накануне S&P обновил исторический максимум. То есть здесь тоже присутствует некоторая эйфория. И, соответственно, можно ожидать некоторого спроса. На американском фондовом рынке. Вчера у нас S&P обновил исторический максимум. Допустим, Dow Jones не обновил. И вчера у нас среди лидеров американских индексов был NASDAQ. Это крайне позитивно для американского фондового рынка. То есть спрос на риск присутствует. Присутствует спрос на рисковые активы. Соответственно, во второй половине дня вновь будет спрос на рисковые активы. Иена будет вновь в валюте фондирования. То есть будут делать займы в японской иене. Потому что ставка очень низкая. И эти займы будут направлять на покупку как японских бумаг. Японских биржевых фондов. Американский фондовый рынок. То есть будут направлять в те инструменты, где высокая доходность. Поэтому японская иена по прежнему валютой фондирования является. Через нее делают займы для покупки высокодоходных активов. И в этой связи во второй половине дня ожидают спроса на американский доллар. И восстановление котировок по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас есть еще немного времени. Я на них с удовольствием отвечу. Также хотелось бы сделать небольшой анонс. На будущей неделе в понедельник, 27 апреля, мы, как обычно, проведем вебинар. Ежедневный обзор валютного рынка в 10.30 по московскому времени. Что первые ники или пара доллар-иена? Или я наблюдаю движение в унисон. Что касается, что первые ники или доллар-иена, здесь необходимо смотреть в целом на ситуацию в американской экономике. То есть, что у нас приходит из Америки, отчеты позитивные или негативные. Соответственно, мы видим либо рост доллара, либо снижение. И второй момент – это спрос на рисковые активы. Если он присутствует, то есть, если, допустим, Nikkei растет, S&P растет, то значит, у нас есть спрос на риск. Соответственно, иена валюты фондирования, иена будет снижаться. Поэтому здесь нам интересны два компонента. Это динамика фондовых рынков и макроэкономические релизы из Соединенных Штатов Америки. Уважаемые коллеги, приношу свои извинения. Я немного простудился. Пэрлсы 1 мая или 8-го вы знаете? Не знаю. Я не смотрел еще в календарь на будущую неделю. Обычно Пэрлсы, как обычно, в первую пятницу месяца, значит, 1 мая, скорее всего. Но пока я не смотрел, поэтому не могу вам сказать. То есть, на будущую неделю не заглядывал. Инвестидеи обязательно будут. Обязательно проведем инвестидеи. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли, отличного настроения, приятного отдыха на выходных. И не забудьте, что в понедельник мы с вами вновь встречаемся в 10.30 по московскому времени на вебинаре «Ежедневный обзор валютного рынка». Еще раз всем успехов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан